Субтитры делал DimaTorzok 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 Мы привыкли, я даже не могу по-иному сказать, что нужно, но что в этом заключено? Если мы этого не знаем, пришли, соблели ритуал внешне, это тоже хорошо напоминает, но суть-то в чем? Господь, расставаясь, непрерывно говорит об этом Они печалятся, я оставляю вас, вы как рассеившиеся овцы Сатана подходил, просил сеять как пшеницу Сеяли-то не сеялки, а вот так, то есть разбросать все друг против друга Упал где все, а тут мой домик, дальше ничего не знают Тут твой домик, это мой, это как пшеницу, а пшеницу клюют А как большая семья, Сатана не любит этого И Господь говорит, я уйду, это лучше для вас Это вообще потрясает, как так? Какая скорбь? До этого говорил, будет скорбь, великая скорбь Для вас скорбь Весь мир будет радоваться, а вы будете скорбеть И далее дает утешение, придет дух-утешитель Параклет называется по-гречески Утешитель, дух-утешитель Будут спорить о названиях Утешитель Дух Святой, дух-утешитель Ну и что? А вот то, что он придет, и не просто придет, вот мы посмотрели А научит И далее напомнит Этого-то нету, поэтому и праздника нету Он научит, а что научит? Далее изложит это в Священном Писании через апостолов Я вот каждому бы дал задание, сказал Вот подробно опиши, что было неделю назад в воскресенье В твоей жизни-то Ну, как глаза открыл и как закрыл Ведь не напишешь, упустишь что-то С другого дня на этот день перепишешь А через год что было? А было ли? А ведь Евангелие от Матфея пишет через пять лет И под прямой речью пишет И сказал Господь двоеточие Марк пишет через восемь Лука через пятнадцать А Ян через тридцать пять Да через тридцать пять лет ты забудешь, где и жил Подожди, я вроде был в Новосибирске, а потом Ты будешь вроде говорить А вот он придет и раскроет этот шибер Задвижку уберет И научит И чего? И обличит мир А вот отсюда и начинать сегодняшний день Обличит мир о грехе О правде и о суде Вот три момента, которые надо знать Вот О грехе мы должны знать Прости Христа ради Господи помилуй Все повернуло в мантру Как пишет об этом Мещеринов Петр Игумен Данилова монастыря Московского Патриархата У нас белый магизм в храме Белый магизм Птичий язык Это он руководитель Всесоюзной молодежи Там всего где-то Это не посторонний человек Человек с бородой Его приятно смотреть И он увидел У нас все абсолютно не так идет Почему? Мы в смысл не вкладываем Спас яблочный Какой яблочный? Вы что? Второй Ореховый Медовый Какой медовый? Когда есть один спас Голгофа Страдания Слушайте внимательно Вам это нужно на сегодняшний день О грехе Какой грех? Начинает распределять Смертный грех Какой? По заповодям Божьим Не убей Убей Смертный грех Не прелюбодействуй Дальше начинает Да не надо выдумывать Один грех Христос не сказал Что Дух Святой Обличит о грехах Но о грехе Об одном Один грех есть только О грехе Запитая Что не верует в меня А вот отсюда все Не верит жена Не будет подчинять тебя мужу И тебе ничего не сделать Пока не убьешь ее И сколько убийств сегодня идет Если муж не знает Что он глава Он будет подкаблучник Он будет делать то Что жена скажет Он шага одного не сделает Будут разводы Из-за чего Не верует в меня Если она верующая Хотя бы То что нужно Необходимо Она никогда не постигнет На развод Повторяю Два миллиарда мусульман И ни одна мусульманка На развод не подала За 1300 лет Вы вдумайтесь в эту цифру 1300 лет Ну наши-то отцы думали А что такое Дух Святой Это молитва Молитва первая Ну вот у нас Соберись сейчас Вот скажи Ладно Большое Большое мамонтово село Ну Я не знаю Тут как 5 тысяч что ли В этой В ребрихе 20 тысяч Павловский Возьмем Павловск 20 тысяч Священник Новый храм Скажи Ты можешь собрать В этом храме Ну 20 тысяч Сейчас и население Ну возьмем Мужиков поменьше Ну 5 тысяч То есть все равно Ну тысячу Ты можешь мужиков Собрать в храм Да под расстрелом Не собрать никогда А мусульмане Собираются Ежедневно 5 раз 1300 лет Что Святые отцы этого Не понимали Куда зайдет Ну вот пришли Мы отпраздновали Травы нарвали Березы поломали А дальше А дальше-то что О грехе Что не веруют В меня Если бы веровали Грех Забыли молитву О грехе Если бы верили В Бога То Главное было Главное Это связь с Богом Не потерять А остальное Ножитое О грехе И о правде О какой правде Ну правда какая Ну Орган коммунистической Правды есть Комсомольская правда У нас везде Правда 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 А правды-то и нету Нету правды Даже Тысячи доли процентов О грехе О правде Что иду к отцу моему Это вознесение О вознесении Вообще люди не знают Ну вознесенский Фамилия Поэта Вознесение Иду к отцу Я не умер Как мусульмане говорят Я вознесся 2 миллиарда мусульман 1300 лет Не верят этому Не верят Верят дьявольской лжи Что он умер Просто И никуда не вознесся А если не верят По Евангелию Даже ангел придет Не говорим там Мухаммад или кто-то А ангел придет Мы придем вместе Все взятые апостолом И тогда Анапе моему То есть Под проклятие попадет Вдумаемся Вот в эти слова Которые Господь Отнес к сегодняшнему дню О правде Что я иду к отцу моему Он ушел 10 дней назад Церковь в растерянности Ну что молитвы считаем Что Царю небесный утешитель Церковь говорит Не считать эту молитву 10 дней ожидания Ну а мы Христос воскрес 40 дней Не считайте Мы Встали растеряем Что считать Царю нельзя считать небесному Христос воскрес Действительно Покинутость Ну давайте Тогда Святый Божий Тогда уже А то уже До Христа До Христа Было На небесах О правде Что я иду к отцу моему Об этой правде Надо твердить Каждому мусульманину Каждому Атеисту Каждому христианину Он ушел на небо И он говорит И во второе пришествие Явится на облаках Вот они облака Не такие будут Может как кучевые С силой славой великой И ни у кого мысли не будет Как на облаках Это же не самолет И явится Не в Потеряевке только В Нью-Йорке В Иерусалиме Над всем миром Земля как глобус Развернется Это мы тоже не понимаем Это невозможно В одно время Будет как будто бы Над каждым Это Бог делает О правде Что иду к отцу моему О правде О грехе О правде О суде О суде каком Что князь Мира сего осужден Поэтому говорить О прекращении Мучений О том что говорил Оригин О чем говорит Там Осипов Вот этот стих Тормозит Я тоже хочу Чтоб мучение Было не вечно Я Страшно подумать Ну Тысячу лет Миллион лет Миллиард Ну Конец где-то должен быть А сатане Так сказано Князь мира осужден Но он мог бы покаяться Он же все знает Видел Христа Он видел его Он видел его Гонялся за ним Он кричал Сойди с креста И поверим Кричали рты Только человеческие А на самом деле Сатана В каждого вошел И языками шевелил Языками человеческими Князь мира осужден Ну может он покаяться Вот печаль сатаны Или скорбь сатаны Мария Карель написала Брокора там приписывает Там написано об этом Я бы хотел Он говорит Дьявол Я не могу Ему не дано Перед кем кланяться Перед Богом А чем он выше меня Сяду на севере Сонми богов Привознесу престол мой 14 глава Исаия 28 глава оттуда Не бойся сказать О дьяволе хорошо мне А ты говоришь О Гитлере хорошо Я говорю Потому что Это был гениальнейший человек До момента Когда сатана Полностью не вошел Да это был герой Патриот Он пришел Не путем переворота Через голосование А дальше то Сатана в образе человека Самая страшная вина Как я попутно сказал Гитлера поднял руку На еврейский народ На божий народ избранный Это уже смерть Бог подписал Ты воюй Если тебя охота воевать Не трожь этот народ Ни один правитель не устоит Сатана трогает его постоянно И поэтому ему не устоять А он завладел им Везде богатые евреи Разграбили Россию А то сатана все делает Они не для этого призваны Они призваны показать Лик Иеговы Который послал сына единородного Этот человек Еврей Дал потомство Авраам И далее идите по всему миру И это все Сходится на 50-нице И сегодня они заговорили на разных языках Не думаю, что один говорит по-арабски Другой по-итальянски Другой вам разговаривает Наоборот Все народы И стали понимать Друг друга Сегодня день начала проповеди всемирной Где в церкви это есть сегодня? Где? Ну, у баптистов еще там У других, которые проповедуют Там может быть А если проповеди нету Чертого яблока Но первый же голод в стране Заставил поклониться картошке Это второй хлеб стали называть Это проповедуя Говори, господи, ты дивно великий Я это познал И это растение Вот его пожирает и жук там И все против него идет Че этот жук не ест вот эту траву Вот она зеленая Ну пусть колорадский жук жует-то ее Ее много травы? Нет, именно второй хлеб поедает Это на первое ржа Всякие разные непогоды, что ты не собрал То есть сатана воюет А Господь допускает это Итак, Дух Святой придя Облечит мир о грехе О правде и о суде Нас интересует В первую очередь это грех Как его избыть? Верой во Христа А я ему Я верую, Господь придет и рассудит по правде Все, вопрос решен А он мне не отдал Я ему давал, а он мне не отдал Во славу Божию Как Богу угодно Прими, Господи, как милостынь Наша мама так говорила Во имя Христа Во Христа крестившиеся Во Христа облеклись Я говорю, как ты облекся? В одежду эту? И стал так Ну ты же пела-то Что такое во Христа облечься? Он с тебя снимет ризу Отдаст тебе И ты наденешь ее Примеришь по размеру или нет А его рост метр восемьдесят два Христа Ну так По площанице там По-другому меряет Она не подойдет Великовато мне Но Господь дает такую одежду Называется туника Тончайшая Говорит Киприан Карпагенский Которая не бывает велика Для младенца И не бывает Мала Для самого большого великана Где? Это к окрещению отнесли Одеться в жизнь его Христос Он говорит Я есть им путь истинной жизни В этот путь В эту жизнь В эту истину облечься Все, которые крестились Если крестился и остался прежний Ничего не произошло Ну а правильное крещение И правильно ничего не дает Было такое, что Епископы собрались И говорят Непрерывно идут турки И говорят Ребенок Надо вот покрестить его Так он у вас что? Ну помолиться надо Его уже один раз крестили А как крестили? Ну он бесновался, дергался Его покрестили Как покрестили? Да ты же мусульманин Ну да А крестили за чего? Ну чтобы ребенок не бесновался И святые заседали И сказали, что То крещение правильное Священниками правильными Недействительное Почему? А веры-то никакой не было На первом месте вера На втором Дела уже идут какие Я еще раз повторю слова О грехе О правде и о суде О грехе В моей жизни что бывает Что не верим в Бога? Вот там-то сделал так Да я не могу За не мог За не мог? Я не вижу тут у меня Ушла домой она Серопима на днях У меня была Ну и как-то близко так сошлись Она Да все время мы близки с ней Она и говорит А вот какое дело-то Вот пришла я с огорода-то А сатана сковал меня Не дает перекреститься Руки прям не поднимаются Ну 88 лет Я все-таки перекрестилась Дальше второй раз перекрестилась Третий А дальше легче и легче Говорит, все правила просчитала Давай Библию считать Ну а потом говорит Сел и давай зарядку делать 88 лет И ночью упала Стул загремел Володя соскочил Я говорю Не трожь Кто-то меня взял Теплые такие руки Вот так приподнял И потихоньку положил Мне так приятно Понимаете Это явление У нас потеряевки Он лег спать А я на полу лежу И размышляю Там что-то я не слышал Уже дыхание какое Она слышала Это ангел Господень Спрашивается У тебя как было Разговор задушевный какой И мы должны сказать Дивен Бог Он живой И живой среди нас здесь Он собрал нас Чтобы мы услышали Чтобы священник Говорил слово Которое зажигает Сердца людей Так называемая Огненная проповедь была Все остальное Не имеет никакого значения Когда крышка гробовая Закроет нас Никакого Ну Березовский был Где он? Нету Никто даже Не верит Что он умер своей смертью Ищет кто убил А где миллиарды? Растащили блудницы там Любовницы Все Ничего нигде нету А до этого жили какие Все до одного там же Ты одной копейкой Распорядись А одной лептой Как вдова Да накорми ближнего Она подходит С терапинами И говорит Я пирог спекла Хороший И отнесла батюшке Ну и там кусок отрезала Сама ко мне пришла И повесила Я говорю Я не ужинаю Я отнес И мы разрезали на 15 частей На 15 частей Она столько-то Она вчера подошла А я помолилась И мне сказано было Что накормили вы Семь ангелов Почему семь? Слова Которые заставляют задуматься Это ее Моего там ничего нету Но Прислушаться можно И в каждом Господь где-то что-то говорит Надо увидеть О грехе Что не веруют в меня А чтобы греха не было Веровать в него И делать все Во имя Христа Во имя Христа Прощать Во имя Христа Вот я говорю У меня голова кружится Днем ложись Не ложись никогда днем И не будет крутиться голова Не ложись Не получится Почему? А уже притягивает А как? Ну возьми кресло Вот так вот Наславись Подушку подложи Не ложись Ты же голове дал Приток излишней крови Она тебя теперь и мутит Не ложись За 60 лет тебе Ты имеешь право Один Даже сейчас посидеть Посидеть Маленько Говорит Покемарь Засни Но не ложись Ну Я кому сколько раз говорил Прихожу днем А там мало еще И телевизор работает Маленько не досмотрел Лег Вера во Христа Это все отметает Я ради Христа Это делаю Я делаю во имя Христа Тот что делаешь Заводишь Я это делаю Во имя Христа Но все будет благословенно Сила Божья Да побудит нас На благовестие Чтобы этот день Пятидесятницы Исполнил нас Духа Святого Иоанн Златоуст Интересно объясняет Когда говорит Этот праздник Был у евреев То первые Углы пшеницы Собирали они И приносили Снопы Снощатки И священник Брал его и трес Колось Ошумели Господи От тебя пшеница Ты дал мне Комбайн хороший Ты дал мне трактор Благодарю тебя Вот так Бог в день Пятидесятницы Прообразно Взял со всех народов И потрес И заговорили Зашумели эти колосья Богу нашему слава Там Никита Никита Зайдешь Лети Зайдешь Продолжение следует...